Так, дорогие мои, да-да-да, мы на даче. Дорогие и любимые, и близкие, и далекие, и не очень. Вот, смотрите, какая красота у меня. Красота, красота, красотулечка. Вон там и хиноцея. Вон она. Будем из нее квас делать. Тоже. Да-да-да. Она меня уже ждет. А рядом с ней гайлардия. Кустик тоже красивый. А перед ними вот эта тардисканция. Утром она фиолетовая. Но сейчас она не фиолетовая, поэтому... Ладно, я не об этом. Я вот к чему. Насобирала... Сегодня у меня операция вишни. Насобирала сейчас вишню. 5 килограмм. И 5 килограмм насобирала шелковицы. Или тутошки, кто где как ее называют. В общем, будем делать варенье. Но для начала я поудаляю все косточки. Часть вишни я закатаю, сделаю в варенье. А часть вишни просто заморожу. Но опять-таки без косточки. Вот эта часть у меня на заморозку. Вот эта часть у меня на варенье. Вот эта на варенье. Все. Вот такие у меня планы на сегодня. Такие у меня планы, дорогие мои. Все. Что будет дальше, я вам расскажу. Что ты там изучаешь, скажи мне? Я? Да. Играю в Clash of Clans. Ясно. Понятно. Как красиво вечером. А, Жанночка уже приехала, ты видишь? На, снимай меня. Чуть-чуть. Надо дать. Только не надо приглядеть. Издалека красиво. Жанна гуляет. Я слышу. Кто там гуляет, я не знаю. Сегодня у нас операция вишня. Операция шелковица. Операция кооперация. В общем, все мы сегодня с сыном сделаем. Закрывай. Сегодня мой сын решил сам приготовить турецкие пирожки. Вот такие на огне. Он их делает внутрь, кладет картошечку с перцем, с солью. Сам делал тесто. И вот сам тут готовит. Это по-турецки. А где ты рецепт взял, Олежек? На сайте. Он на сайте рецепт нашел. И сделал. Вот такие вот прикольные пирожки получаются. На огне. У нас такая штука специальная для этого лаваша. И мы лаваш делаем на этом. На огне. Также мой сын делает такие пирожки. И вот на огне мы делаем вот такие вот лавашки. Они легко делаются. Тонко тесто раскатываем. Я уже где-то показывала. И так, хоп. Хоп. Перевернули. И готово. А еще делаем вот такие вот пирожки с сыром. И с зеленью. И с картошечкой. Вот. И там окорочка или мяско. Пожалуйста, все готово. Так что, так мы проводим лето. Так, ну что, все. Закончили мы жарить с сыном себе лаваши, пирожки. Все. Тут приходит ко мне соседка. Так что у вас тут музыка громко. Что вы тут радуетесь. Вот. Там такие проблемы. Тут такие проблемы, что вы тут радуетесь. И мы не радуемся. Мы просто живем. Мы просто живем. Ну, она вот с нами побыла немножко. Мы ее угостили тут с кефирчиком. Дали ей лаваши. Дали ей пирожки. В общем, она побыла здесь буквально минут 20. У нее уже настроение совсем другое. Я говорю, Святой Дух ведет нас. Я говорю, ты вот молишься, говоришь в конце, в церкви. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. А что такое Святой Дух, не знаешь. Вот говорю, обратись к Святому Духу за помощью. Чем раньше ты это сделаешь, тем скорее Он тебе поможет. И вообще все обращайтесь, как Иисус делал. Иисус же тоже обращался. Вот, например, Римлянам там 8-14 написано. Ибо все, вводимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей. Вводимые Духом Божьим. Он вас не приведет куда-то не туда. Он вас приведет туда, куда надо. И там Иисус трижды назвал Святого Духа Духом Истины. Там Иоанна, по-моему, глава 14. Вот это там такое есть. И зачитала ей из Библии несколько. Сейчас несколько строк из Библии ей зачитала. Угостила, напоила, накормила ее. Она же пришла с таким настроением, чтобы говорить, чтобы я музыку выключила. Все, она хочет лечь спать. А я музыку не так прямо на все, а так на кухне, вот как я сейчас отошла, уже не слышно. И потом я ее провела, показала ей свои цветочки. Альпийская астрочка. Запах такой дает классный. Свой газон, который вот мне постричь надо. Показала ей, что я хожу босиком. Вот, что я лечусь. Напоила ее еще, кроме кефирчика, она попросила квас. Квас. И тут же рецепт захотела взять. Понимаете, вот так вот мы слово за слово зацепились. И пошло, поехало, и уже совсем у нее другое настроение. Уже ей жить захотелось. Вот так вот. Вот и все, дорогие мои. Так что живите. Никогда ни на кого не злитесь. Кстати, у меня дорожка обновилась. Вот у меня новая теперь дорожка. Видите, потихонечку я все улучшаю. И улучшаю свое здесь место жительства на даче. У меня теперь дорожка. Видите, какая красивая. Вот такая вот у меня дорожка. Мало того, сейчас она зелененькая. А еще сделаем прожилки вот здесь, которые мы сделаем их коричневыми. Сын вчера зеленого цвета покрасил с мужем. А теперь еще коричневую привезет краску. Сделаем коричневым. А еще у меня идея сделать, покрасить свой рабочий стол, на котором я, дорогие мои, делаю рассаду. Сажаю семена, разбираю все. Вот на нем цветы стоят. Это я вам показывала его в предыдущих видео. Вот у меня идея такая сделать его разноцветным. И вдохновила меня на эту идею. Знаете кто? Людмила Флорида Ялта. Вот она меня вдохновила на эту идею. Нарисовать самой. Взять кисть в руки и нарисовать. Вот она такой человек моего плана, моего типа. То есть она не отчаивается. Ничто ее не может разрушить. У нас вот, кстати, это семейное. Никогда не отчаиваться. Ничто нас не может разрушить. Юлечку, меня, мамочку. Нас ничто не может разрушить. Вот если что, приезжайте ко мне. Ой, красота какая. Вот это вот, кстати, монарда фиолетовая, сиреневая у меня расцвела. Она бергамот. Она же бергамот. Вот чай с бергамотом это удивительная вещь.